Дорогие зрители нас ожидают три раунда по пять минут. Давайте знакомиться. Слева от меня находится боец, которому 23 года, его рост 180 сантиметров, вес 73 килограмма ровно. Профессиональный дебют. Встречайте, представляющий Волгоград Гейдар Альменов. Также его оппонент. Справа от меня находится боец, которому 19 лет, его рост 179 сантиметров, вес также 73 килограмма ровно. Представляет стиль ММА из Грозного. Встречайте, Хабаджи Жаброхилов. Это при монтагоне Ашот Ашигян. Интересный жест перед боем сделал Гейдар Альменов. Мне вообще показалось, что он так показал харакири. Не знаю, намек ли это на то, что он самурай и разделяет самурайский дух или что-то другое, или просто я не так понял. В любом случае будем посмотреть, что-то это оригинальное. Ну и также отметим то, что у нас в лиге новый ринг-анонсер. Зовут его Нурсултан Абдулаев. С довольно интересной личной историей. Родился он в Оржской области Киргизии, но вырос в Москве, где уже обрел достаточно большой опыт как ринг-анонсер, ведущий мероприятия. В общем, новое обретение в лиге. Будем смотреть, наблюдать и желаем удачи. Ну и вот первый бой. Начинается он не спеша. О, вот. Вот есть правый. С правой первое такое более-менее серьезное попадание. Видно, что настроен идти вперед Хаваджи Аджибраилов. И заряжается, вкладывается в удары. Да, и хороший у него навстречу миддлкик был в область печени. Очень хорошо сейчас показал, правый ударил левый Гейдар Альменов. Это такая обратная двойка получается. Но в основном, да, работают напрямую спортсмены. Есть гематома и кровотечение небольшое у Хаваджи Аджибраилова. Напоминает так вот сходу пулевое ранение. Не знаю, насколько правильно это сравнение. А мы напоминаем, что у нас трансляция идет на платформе paperuaca.mma.com. В 6 часов, по традиции, мы переключимся на 9-ю волну. Вы знаете, вообще интересно, что сейчас именно в боксерском размене в основном работают спортсмены. Это всегда наиболее ярким. Ну, воспринимается со стороны стилем ведения поединка. Ну, и обратите внимание, ой-ой-ой, хорошее, да, справа попадание от Альмедова. То, что бокс у них достаточно откровенный. Достаточно откровенный. У них каждая вторая серия приводит к попаданию. И действительно, судим, очень много галочек приходится проставлять сейчас в своих протоколах. Ну, на самом деле, да, и не сказать, что дебютанты в плане того, что особо не волнуются, да, так активно, открыто, да, идут вперед. Оба, да, скорости не сумасшедшие, но очень много, как маршал отметил, попаданий. Вот первый перевод от Джабраилова. Попытался тут же Альмедов накинуть треугольник, но правая его нога заблокирована. И улучшает позицию Хаваджи. Очень неплохо сейчас работает снизу, то есть он не дает зафиксироваться. Ну, вот сейчас вот получилось. Вообще интересно. Да, и боковой контроль Джабраилов пытается зайти. Не получается в полной мере, и локтем вызывает его работать. В любом случае улучшает позицию Хаваджи Джабраилов. Вообще приятно смотреть этот поединок. Чувствуется, что оба спортсмена заряжены на победу. О, хорошие локти, очень плотные от Джабраилова. Ну и вот с этого момента, да, можно сказать, что чуть-чуть преимущество есть. Ну, как чуть-чуть, уже преимущество есть у Хаваджи Джабраилова. Да, за счет этого тейкдауна. И уже нескольких, да, акцентированных сильных ударов сверху. Завязался обратить внимание все-таки Гейдар Альменов, и я думаю, что теперь он будет блокировать, не будет давать работать. Своему оппоненту. Вопрос, сколько в такой вязкой борьбе сил потеряет Гейдар Альменов. Потому что если в ударной технике он был более расслаблен, вот, по крайней мере, было такое впечатление, меньше терял сил, то, соответственно, в борьбе все может быть наоборот. И хорошая двойка опять навстречу от Джабраилова. Альменов все-таки поднялся. Посмотрите, еще один мидл-кик, и слева как попадает Джабраилов. Но кровь есть на лице, по-моему, того и другого. И смотрите, пожалуйста, сейчас уже перевод от Альменова. Очень важный в стратегическом плане, потому что это концовка раунда, но не позволяет себя зафиксировать Джабраилов. Он тут же поднимается на ноги, и сейчас идет работа в клинче. Пытается все-таки еще раз уронить Альменов. Ой, здорово, да. И зашел за спину. Не получилось опять же там зафиксироваться. Хорошая колена. Еще добавляет колено Джабраилов. Сейчас на выходе попадание. Сложный, конечно, для судей раунд. Я думаю, что небольшое, теперь уже небольшое, именно преимущество есть у Ховаджи и Джабраилова. Но, как рассудят судьи, пока, наверное, только им известно. Ну и отметим, что вот этот тейкдаун, он тоже пришел прямо, что называется, ко двору. Самый последний момент. Это тоже очень важно. В общем, удалось даже зафиксировать, и нанести один удар. Успел это сделать Ховаджи и Джабраилов. Ну, давайте, да, посмотрим лучшие моменты. Итак, второй раунд. Ховаджи и Джабраилов против Гейдара Альменова. Интересно, сейчас можно было рассмотреть, что есть кровотечение у Гейдара Альменова. При этом, вы знаете, мне показалось, что в первом раунде он был несколько спокойней. То есть несколько гонят, наверное, вперед Ховаджи и Джабраилова родные трибуны. Он как бы чувствует на себя ответственность, и для него это несколько больше стресс. Да, кстати, касательно трибун, вроде бы на официальной странице ВКонтакте Айсей Янки Иглс, было написано, что вход для зрителей ограничен. Но интересно, почему? Постараемся узнать, потому что все ограничительные меры в Чжевской Республике сняты, связанные с ковидом. Может, просто, да, автоматически обновляемая информация, к которой мы привыкли за последнее время. Да, вполне возможно. А так все ограничения сняты, и болельщики могут посещать, как хотят. Три подряд классных таких боковых сделал чеченский спортсмен Ховаджи Джабраилов. И, ответив вроде мидлкиком Гейдар Альменов, оказывается, снизу. На самом деле, это очень много понапропускали оба бойца. Да. И такое ощущение, что завтра вставать будет им крайне тяжело. То сейчас они, да, скажем так, ощущают где-то болевой шок и на адреналине, да? Да, на адреналине. Ой, отлично! Ничего себе! И сейчас попытка будет Кимура, если Джабраил позволит себя зафиксировать, не позволяет. И еще один свит, но здесь треугольник не проходит. Вы знаете, как поражает, как легко отыграна назад ситуация. Вот это, кстати, один из показателей дебютантов, да? То, что они... У них большое количество смен разных позиций. Вот они не выжимают максимум из тех ситуаций, которые дает им поединок. Да, ну, понятно, в зале, да, это все отработано, но вот именно в бою, ведь это все через бои доводится до совершенства. И вот как раз сейчас будет пища, да, после этого поединка для обоих парней, чтобы они поразмыслили над своими ошибками. Но, тем не менее, бой уже сейчас можно назвать, сказать, что он где-то даже претендует, да, на бой вечера, потому что действительно яркое противостояние. Ну, почему нет? Ну, соглашусь, что... Я думаю, уже сейчас вот, да, Руслан Хамзаев и Мауллади Арсакаев вот эту пометку сделают, потому что вот эти полтора раунда, что мы видели, это действительно очень зрелище. Просто нам не хватает, что трибуны не совсем шумные. Ну, соглашусь с вами, соглашусь с вами, действительно очень чувствуется характер сейчас спортсменов, каждый из которых старается работать максимально откровенно и максимально результативно. Несколько надежней сейчас работает Хаваджи Джибраилов и имеет преимущество вот уже во втором для себя подряд раунде. Да, ну и Альменов сейчас с позиции снизу, да, тоже... Просто лежит, да, атакует, а мы знаем, что если ты находишься внизу, пропустив тейкдаун, но атакуешь снизу, это сейчас оценивается больше. Ну и вот пытается тоже то выйти на рычаг в локте, то на треугольник, еще бы попытки при этом выхода на болевые на ноги снизу было бы совсем хорошо. Свипы здорово делает, вот уже не первый раз мы видим и попытки, и в том числе результативные. Свипы делает обученным действительно хорошо. Это, кстати, не часто. Это, кстати, не часто можно встретить. Еще один локоть хороший, Джибраилу еще добавляет. Ой-ой-ой, какая сеечка плохая. Рассек лоб. Очень плохая сеечка, прям много крови сейчас. Ну да. Сейчас врач оценит ситуацию, я думаю. Ну, возможно, можно будет замазать вазелином, да, и продолжить поединок. Конечно, обидно будет, если засечки продолжатся, но еще обиднее будет, если будут какие-то проблемы со здоровьем. Конечно, в любом случае здоровье прежде всего. И мы все-таки не должны забывать, что это молодые спортсмены. Ну да. Гайдару всего 23 года. И надо понимать, что любая открытая рана, любая открытая рана, это угроза здоровью. Но Гайдар хочет продолжить, он говорит, что он готов. А вот что врач. Что угодно туда может попасть. Все. Да, врачи, конечно же, смотрят на это все не как болельщики, не как секунданты. Они более профессионально и рационально, менее эмоционально, так скажем, оценивают ситуацию. Здоровье, конечно, важнее. Возможно, если бы это был как-то по статусу более высокий поединок, титульный или претендентский. Да, позволили бы продолжить поединок. Да, тут молодые спортсмены. Здесь уже все-таки здоровье выходит на первый план. Это Эр Сно написано на повязке. Ну, чтобы это не начало. Ну, я объясню, это тейп, которому, судя по всему, он принадлежит. А, я понял. Ну, кто не знает, дорогие друзья, чеченское общество, оно традиционно делится на тейпы. Это аналоги, там, кланов, например, у шотландцев и у многих других, да. То есть такая клановая структура в кавказской версии называется тейп. На четвертой минуте, третьей секунде, второго раунда, техническим нокаутом одержал победу боец из красного угла Хаваджи Джабраилов. Итак, поздравляем Хаваджи Джабраилову. На самом деле, очень яркий дебют.